Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Владимир Торопов. Это представитель клуба исторического фехтования «Тимир Тумен». Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Расскажите, что такое историческое фехтование и вообще, как вы пришли в это фехтование в принципе? Ну, что такое историческое фехтование в двух словах не скажешь. Это очень такая объемная тема, которую можно очень долго дискутировать. Ну, для меня историческое фехтование – это часть меня, часть моей жизни. То есть это не просто вгодение мечом, не просто сражение в доспехах. Это и фестивали, это естественные тренировки и подготовка к этому всему. И непосредственно живая история в наше время. Ну, как-то вы к этому пришли же. Вы же не проснулись один раз и подумали «О, я хочу посражаться на мечах». Ну, не так, конечно. То есть все началось, я познакомился, у нас ребята были в городе. Тогда уже как бы движение, ну, конец нулевых, грубо говоря, начало 2010-х годов. То есть была компания ребят, которые занимались, ну, кто-то там делал костюмы, кто-то делал доспехи. Ну, в принципе, то есть такой больший клуб по интересам был. Вот. Мне стали интересны именно непосредственно бои, но так как боев здесь у нас в городе не было, я связался по интернету с ребятами из, так сказать, ближайшей округи. Омск, Астана, там, ближайшие города. Съездил на фестиваль, попробовал это все, пообщался с народом, который уже давно занимается делом. И я решил, что это мое. Я решил это потихоньку развивать. И вот в итоге оно превратилось в то, что есть сейчас. А что такое историческая реконструкция и как это вообще все происходит? Вот. Ну, историческая реконструкция, то есть само название подразумевает то, что человек реконструирует эпоху какую-либо. То есть я встречался с реконструкторами от Древнего Рима до Второй мировой, включительно. То есть разные эпохи, кому что больше нравится. Человек изучает первое, что нужно для реконструкции. Чтобы что-то любить, это нужно изучить, понять. И тогда все будет хорошо и замечательно. Человек изучает так называемые источники. То есть это и археологические находки, и какой-то материал, то есть именно уже труды ученых-историков. И, собственно, потом воссоздает эту эпоху. То есть шьются костюмы, обувь, предметы быта. И, собственно, чтобы пообщаться с такими же единомышленниками и показать миру, что мы есть и что мы себя представляем, организовываются фестивали. То есть по определенным эпохам, по определенным тематикам. И туда уже как бы там собираются реконструкторы, то есть ставятся лагеря и воссоздается быт определенного времени. То есть есть отдельные фестивали по, допустим, ранним средневековью, викинги, там, ну, 10-11-12 век. Есть отдельные фестивали, там, высокая, так сказать, средневековая, 14-15 век. Вот. Есть отдельные наполеоновские войны. Ну, так вот, и вторая мировая, то есть все вот так вот блоками. Есть, а есть самое такое, когда можно все посмотреть, это мультивековые фестивали. То есть огромная территория, стоят лагеря, и, грубо говоря, зритель может, зайдя, допустим, со стороны викингов, выйти со стороны, грубо говоря, уже второй мировой, ну, вот самые такие распространенные эпохи. То есть обычно это проходит, большое поле, большое пространство, и отдельно блоками стоят разные эпохи. То есть все можно наглядно посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться, так сказать, с теми людьми, которые это все воссоздают. Это безумно, безумно. Просто это не передать эти ощущения. А вообще для кого это все делается? Для людей? Просто для того, чтобы проникнуть в культуру, погрузиться в культуру, попробовать на себе. Для чего это делается? Вообще это делается для себя. А, для самореализации? Да, кому каждый здесь находит свое. То есть кто-то самореализовывается, кто-то, у кого-то это такой способ отдыха и путешествий, к примеру. То есть для кого-то, ну, кто-то на этом, да, зарабатывает деньги. То есть ничего, что скрывать, как бы. Это нижняя не занята, в принципе. Вот, особенно в Казахстане. Вот. Каждый здесь находит свое. Каждый может найти себя именно в этом увлечении. А именно ваш, какой исторический период? Какой вам больше всего нравится? У меня нет как бы определенного любимого, да. То есть мне нравится много. То есть мне нравится и, допустим, лагеря викингов, и там покататься на технике Второй мировой мне тоже очень нравится. Но я для себя выбрал именно 13-14 век, именно эпоха расцвета, так сказать, рыцарства, начало и расцвета, именно сражения в доспехах. Я почему-то не сомневалась. Но давайте поговорим о доспехах. Я знаю точно, что они безумно много весят. Это очень тяжелые, так скажем, обмундирования, можно так сказать. Вы сами это изготовляете или вы где-то берете? Что-то мы делаем сами. То есть некоторые элементы, но делаем сами вообще. То есть это... Ну да, то есть я там учился, я ездил во время путешествий, обменивался опытами, опытом с различными мастерами, кузнецами. То есть и до сих пор общаемся. В основном это кузнечное направление? Да, то есть это... Ну нет, там много чего. Там и кожевинное дело, и то есть где-то работа с деревом. То есть это очень разорстороннее, так сказать, направление, не направление. Ну доспехостроение, короче, это не просто так. Вот тут и требуется знание анатомии, материалов, то есть довольно специфическая вещь. А где вы берете материалы для этого? Ой, на самом деле везде. Просто. То есть что... Допустим, Титан я брал это время в Молдавии. А шерсть привозил и там ткани некоторые из Москвы. Что-то мне ребята из Украины присылали, что-то в Киргизии. То есть списываемся, общаемся, обмениваемся, у кого что есть и, так сказать, сотрудничаем активно. Это же, наверное, очень трудоемкая работа. Я так представляю, наверное, кольчуга, она же там совершенно... Кольчуги... Мелкая, мелкая работа. Вот, вопреки расхожему мнению, кольчуги сейчас у нас не используются в боях. Кольчуги — это защита шеи, защита там где-то суставов, там чего-то. Но основной на себя удар принимают латные комплекты. То есть не обязательно, так сказать, белые латы рыцарские, а их, так сказать, то, что служило для них прародителями. То есть самое распространенное — это бригантные доспехи. То есть шерсть, ткань и изнутри наклепанные стальные пластины. Вот, либо латные элементы, там отдельно латные ноги, латные руки, то есть комбинированные. Помимо всего, это очень ответственная работа, потому что, грубо говоря, от качества того, как я сделаю доспехи, зависит и мое здоровье, и здоровье моих одноклубников. То есть если я сделаю плохой доспех, человек выйдет, ему будет неудобно в нем двигаться, он либо проиграет бой, либо получит травму, что крайне нежелательно, что у нас, в принципе, в спорте редко. Несмотря на сильные удары и прочее, травмы крайне редки. Вот, как говорил один очень уважаемый человек, 50% твоего успеха — это твой доспех. Вы все по-честному деретесь прямо? Да, полный контакт. Есть направления различные, то есть есть отдельно турниры, то есть так называемый сейчас популярен триатлон. То есть выходишь сначала с большим гербовым щитом с турнирным мячом, раунд. Потом выходишь, так называемая, номинация мяч-баклер, то есть баклер — такой небольшой щит кулачного охвата и обычный мяч. Тоже там три раунда до пяти очков. И потом еще есть третья номинация — полуторный мяч, то есть выходишь в мяч, он и не одноручный, и не двуручный такой, средний. То есть он держится двумя руками, хват, и тоже раунд бьешься с ним. То есть так называемый триатлон по сумме очков, там потом уже выявляется победитель. Есть профессиональные бои, то есть Кубок Донжона сейчас очень популярен. Там уже это больше похоже на ММА в доспехе. То есть там разрешены уже более широкий спектр ударов, то есть я забыл сказать про три раунда. Там только фехтование, только удары мячом по сопернику. В профессиональных боях разрешены удары ногами, то есть удары щитом, добивания, броски. И все можно, то есть можно бить ногами, можно творить все, что хочешь. Все, что позволяет твоя физическая подготовка и твой доспех. Вот, там как бы они тоже делятся на лиги, и очень зрелищно, безумно зрелищно. Какой-то призовой фонд есть? Естественно. Но это все зависит от организаторов, то есть кто организовывает, тот, собственно, назначает призовой фонд. А вы как-то тренируетесь? Естественно, без этого никак. А что нужно для того, чтобы попасть в ваш клуб рыцарей? Желание. Ну так, условно рыцари. Вот, ну зачем условно, без условностей. Тут каждому, кто-то хочет быть рыцарем, кто-то хочет батыром быть, без разницы, принимаем всех. Вот, от 7 лет, грубо говоря. Верхнего ограничения по возрасту нет. Сколько килограммов весит меч, самый тяжелый? Мечи, есть допуски, то есть есть федерация HMBA, которая устанавливает правила, следит за этим всем. То есть подготавливает маршалов, то есть специальных судей. Они установили рамки всего этого дела. И то есть самый тяжелый, одноручный меч весит полтора килограмма. Ну, это не сильно тяжело. Ну, вкупе с тем, что это бьет человек, который умеет бить, то есть это, ну, выглядит зрелищно. Вот. И порой со стороны смотреть более страшно, так сказать, чем находить, находясь внутри доспеха. То есть это все громко, это все с эмоциями. Да, это железо по железу, да. Вот, причем у нас нет различия по полу, возрасту, то есть, пожалуйста, призывай. Девушки тоже у вас там есть в клубе? Они с огромным удовольствием сражаются, выплескивают весь свой негатив на тренировках. И дома они милые, белые, пушистые, спокойные, красивые. Между собой дерутся девушки, между девушками? Да, между девушками, но как бы на тренировках и с парнями, естественно, то есть, чтобы как бы подтягивать. Все равно девушки зачастую физически не так сильны, как парни, а когда сражаешься с более серьезным соперником, у тебя рост идет быстрее твой профессиональный. Скажите, а сколько на сегодняшний день у вас человек в нашей области? Ну, в области у нас человек 20 сейчас. Но это мало? Это немного, да. В основном, что вы делаете? Какие ваши действия? Что вы устраиваете реконструкции или участвуете в реконструкциях? Или привлекаете еще людей, которые бы хотели к вам присоединиться? Вот. Мы всегда рады новым членам, как бы тут нечего скрывать. Сейчас именно у нас так называемый межсезонье, то есть у нас осталось два тургира в этом году всего. Это не повод расслабляться. То есть у нас вот буквально 13 октября в Бишкеке пройдет осень средневековья, так называемая. Хороший турнир. Ребята как бы делают его сами. То есть с поддержкой, там спонсоры и государство. Вот. В этом году должен быть очень хороший охват участников. То есть будут сборные Узбекистана, Киргизстана, естественно. Мы ввезем свою сборную именно от клуба, то есть от Казахстана еще будут бойцы помимо нас. Будут и приятной неожиданностью в этом году будет китайская сборная. Ну все, китайская сборная. Они недавно, они буквально года два-три вышли, как бы так сказать, сверху. В простой несопередине. Ну ребята, да, ребята хорошие. Мы в одной команде против сражались и, возможно, тупция. То есть у вас такая хорошая география. География у нас просто шикарная. И каждый со своими, мне кажется, со своей культурой. Естественно. У китайцев своя, у турков своя, у Казахстана своя, у киргизов тоже интересно. Да, то есть у нас нет жестких рамок по доспехам. То есть хочешь, делаешь это. Вот тебе нравится там, допустим, делать европейского рецепта. Тебе это удобно, делай, пожалуйста, никто не против. Нравится там степного война, да не вопрос. Делай. Есть источники, есть мастера, заказывай, не хочешь заказывать, делай сам. То есть нет жестких рамок. Да, мы, как бы, Тимир Тумен, клуб наш, мы сейчас существуем в четырех городах Казахстана. Вот. И это порядка 50 участников. То есть кто-то бьется на железе, кто-то не бьется на железе, кому-то просто нравится участвовать, просто ходить на тренировки, повышать свою силу, ловкость, выносливость. И просто в качестве гражданского участника ездить по фестивалям. То есть мы, допустим, выезжали в этом году под Казань в фестиваль на месте древнего городища. Великий Булгар называется. Шикарный фестиваль. Просто он же пять лет проходит при поддержке администрации именно вот этого музея-заповедника. Я очень хорошо просто общаюсь с организаторами большинства фестивалей. Вот. Мы, получается, вывозили две юрты небольших. То есть вывозили свой лагерь. И, как бы, помимо того, что мы выступили неплохо, мы еще и украсили с собой фестиваль. Ну, немножко еще к финансовой составляющей хотелось бы вернуться. Историческое фехтование. Дорогое удовольствие? Честно, тут смотря, как к этому подходить. То есть можно просто пошить костюм и просто тусоваться, так сказать, на фестивале. Можно сделать себе доспех. Это будет чуть дороже. Но у нас огромный плюс. У нас есть спонсоры, в основном в России, которые помогают нам с проездом, допустим. То есть вот я ребятам там дал, допустим, свои, часть своих доспехов. Мы съездили, побились на Кавказе. Там нам оплатили дорогу, призовые. Мы еще неделю отдохнули попутно на море и приехали домой веселые, уставшие. Не уставшие, а веселые отдохнувшие. То есть именно вот этот fight and travel, так называемый, он компенсирует все затраты на доспехи и на все выложения. То есть в этот спорт они, ну, можно назвать это спортом, он не олимпийский. Вряд ли когда-нибудь станет олимпийским, потому что слишком, оно все разностороннее, слишком много каждый своего личного приносит, привносит в доспехи. Если его стандартизировать, пропадет вот этот шарм. Это все окупается даже с лихвой. Если это только брать финансовую составляющую, про эмоциональную, вообще молчу. А какие эмоции вы испытываете? Это безумно, это просто, это феерично. Столько общения, столько знакомств, широкая география, возможность путешествовать, то есть общаться с людьми с такими же увлеченными, разных сословий, разного социального статуса, там, разного уровня дохода, то есть, грубо говоря, студентов, да, олигархов, все здесь. Да вы что? Без скромности, без преувеличений. У нас здесь, в Казахстане, это, ну, на это еще смотрят так как-то с опаской. Скептически. Да, то есть, ну, народ как бы нет. То есть, если, допустим, в России это началось развиваться с 80-х годов примерно, у нас вот буквально только лет 10 это приобрело даже меньше, более-менее оформленный вид какой-то. Но мы как бы активно перенимаем опыт, поэтому мы развиваемся быстрее, чем с нуля. Допустим, если взять Европу ту же, да, там до сих пор вот это вот все, там... Там до сих пор реконструкция устраивается для всех. Не то, что они устраиваются. Держиваются. У тебя в городе замок. Да. Там города по 500-700 лет, грубо говоря. То есть, там еще вот это все сохранилось. То есть, у нас относительно все это молодо. Даже, ну, взять там постройки, да, есть города, но такой массовой застройки, такой плотности населения нет. Вот. И как бы там все эти, то есть, грубо говоря, я общался с ребятами, там, он... Я там потомок-то, у меня вот такой-то там столько-то назад предок, там, был там, там, оруженосным при каком-то графике, к примеру. То есть, у них все эти родословные, все это выстроено на несколько сотен лет. И они как бы это стараются все это сохранять и передавать. Это очень здорово, по-моему. Поэтому этому тоже надо придерживаться. То есть, перенимать их опыт вот именно в этом отношении. А какая историческая личность вам очень-очень нравится? Честно, у меня нет определенного любимчика такого. Но одно время, как бы, что способствовало становлению тому, что мы сейчас самый сильный клуб Казахстана, мы очень активно сотрудничали с московским клубом «Боярд». Вот, получается, пару лет назад я оттуда ушел, потому что у нас был, ну, немножко конфликт интересов с руководством. Вот, но очень сильные бойцы, то есть, руководитель этого клуба, пятикратный мировой чемпион, то есть, я, собственно, у него и обучался фехтованием и владением мечом. У них за, так сказать, идеал, не знаю, не идеал, взята конкретно историческая личность, французский рыцарь Пьер Боярд. Вот, где-то в 15 веке он жил. Очень яркая личность, рыцарь без страха и упрека. Реальный персонаж, то есть, об его подвигах и об его благородстве это не то, что легенды, это факт. Вот, то есть, рыцарство, как таковое в средние века, это было такое очень условное сейчас у нас представление о рыцарях, то есть, это там сверкающие доспехи, нет, это была половина разбойников, половина бандиты, которые никому не подчинялись. То есть, они творили все, что хотели, беспредел полнейший. Вот, то есть, каждый творил, что хотел и прикрывался этим. А это вот реальный персонаж, который, так сказать, один из лучших представителей эпохи. То есть, вы считаете себя благородным? Я не считаю себя прямо благородным. Благородным, честным? Это да, это у нас как бы в клубе, у нас не приветствуется, естественно, вранье и всякие, ну вот, непотребные вещи, особенно, которые идут вразрез с законом, в частности. Вот, плюс в таком плотном общении человек нечестный, просто отсеется. Потому что, ну, очень уж плотные отношения, очень серьезные отношения именно внутри клуба, то есть, это такая братская атмосфера царит у нас. Скажите, а ваши близкие люди, как к этому относятся? Ну, они, вверх, они привыкли. Вот, я никого насильно там не тяну. Пойдем, хочешь заниматься, будешь заниматься, не хочешь, ну, не надо, просто общаемся. А дети, скажите, дети у вас есть? Да, есть. Вы бы хотели, чтобы они были участниками клуба? Это сугубо их выбор, то есть, захотят будут, не захотят. Ну, пока что им нравится или нет? Да, им нравится. Дети вообще, это вся вот эта тема, вся вот этот именно дух средневековья, им очень нравится. На фестивалях я чаще и часто вижу, то есть, приезжают люди с грудными детишками, а потом через несколько лет видишь, как эти дети начинают уже сражаться, допустим, на мягком останавливании. То есть, у нас есть отдельное направление, современный мячевой бой, которое выведено именно в ранг спорта. То есть, в России это уже не олимпийский вид спорта, то есть, он входит в ассоциацию не олимпийских видов. Он стандартизирован полностью, то есть, абсолютно. Это не реконструкция, это вот спорт, который помогает для сражения в дальнейшем. То есть, там номинации от пяти лет. То есть, и проводятся такие мероприятия, как чемпионаты Азии, мира, Европы. Вот, там, естественно, судейство. И номинации от пяти до сорока пяти плюс. А где вас можно посмотреть? Вот, мы есть в ВКонтакте, у нас группа Тимир Тумен, Петропавловск, в Инстаграме, я немножко подзапустил группу. У меня личная страничка в Инстаграме, там, в принципе, вся информация. Если кто-то захочет после нашей программы с вами встретиться, они вас могут легко... Да, конечно. Какие ваши ближайшие планы? Ну, вот у нас ближайшие планы Киргизия. И после Киргизии у нас очень ответственное... Самое ответственное мероприятие, самое масштабное мероприятие в сезоне – это Кубок Динамо. Кубок Динамо, по-моему, в этом году, 15-й год уже проводится в Москве. Это чемпионат мира по групповым боям. То есть, стенка на стенку, пять на пять, в полном железе, полный контакт, можно все. То есть, со всего мира приезжают бойцы, которые вот... Около 40-50 стран, начиная там от СНГ до Мексика, Америка, Австралия. Все приезжают, все общаются. И даже вне зависимости от того, что, так сказать, бьют друг друга железом по-настоящему, довольно дружеская атмосфера царит. То есть, есть какие-то там личные, там, может, межмежклубные какие-то конфликты. Но в целом, то есть, довольно дружеская атмосфера. Всегда, то есть, вне зависимости от ожесточенности боев. Спасибо вам, Владимир, за потрясающий рассказ про ваши исторические баталии, так скажем, экскурс в историю. То есть, вы несете такое интересное направление, позитив. Хотелось бы, чтобы вы дальше развивались, чтобы вас стало много. Ну и, конечно, вот, когда это все увидишь, это потрясающее зрелище на самом деле. Поэтому, всего вам доброго, развивайтесь. И всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова